Накрыла непогода и Днепропетровскую область. Поваленные деревья, города и села до сих пор остаются без электроэнергии. Подробнее о последствиях снегопада спросим у нашего респондента Елены Миндалюк. Она сейчас в Днепре. Лен, здравствуй. Расскажи, какие последствия обильного снегопада в области и что делает местная власть для их ликвидации? Добрый вечер, Катя. Днепропетровской области снегопад начался вчера. Сегодня то прекращался, то снова надвигались тучи и снегопад возобновлялся. Сильный порывистый ветер вырывал деревья с корнями. В Новомосковске одно из них упало на пенсионерку. От многочисленных переломов она умерла в больнице. По предварительным данным, в Днепре оповали на 3000 деревьев, многие дороги заблокированы из-за оборванных электропроводов. Без света осталось 190 населенных пунктов. Бригады работают сегодня уже с 6 утра и будут работать, пока будет возможность. До завтрашнего дня, если не будет глобальных катаклизмов, мы электростабжение восстановим. В начале апреля, когда температура достигла 15 градусов, водители сменили зимнюю резину на летнюю. И теперь на скользкой дороге многие не могут справиться с управлением аварий буквально на каждой улице. Днепр с утра был закрыт и для грузового транспорта. Лишь к вечеру движение возобновили. На трассах все равно образовались километровые очереди. Леонид ехал из Ровна Запорожья, на обочине простоял несколько часов. В Никополе, в Новомосковске и Днепре дети сегодня не пошли в школу. Занятия были отменены и в некоторых вузах. Пока до пятницы. Прогнозы синоптиков неутешительные. Почти до конца апреля потепление не прогнозируется. На 20-21 квитня тоже ожидаются опыта в виде дождя и мокрого снега. Также сохраняются порывы певнично-схидного ветра до 15-20 метров за секунду. Можете снижение температуры воздуха в ночи от 0 до минус 5. И в день 1,6 тепла. Самостоятельно справиться с последствиями непогоды. Сознается, местные власти не могут, не хватает денег. Во всяком случае, мэр сегодня проделся за помощью в Киев. Дескать, не хватает на восстановление электроснабжения и на вывоз поваленных деревьев. Какой именно дефицит средств в Горсовете не уточняют? Катя. Лен, спасибо. Елена Миндалюк рассказала нам о последствиях непогоды в Днепре.